Еще раз доброе утро, уважаемые друзья. Надеюсь, что все потянется в процессе. В первую очередь за мной должок с прошлой пары. В самом конце меня спросили, когда написан рассказ Бергельсона «Священ эмигрантам». И еще одна участница сказала, что ей помнится, что он написан еще до успешного покушения Шварцбурда на Петлюру. Вот она права. Действительно, рассказ «Священ эмигрантам» написан в 1923 году, а Петлюра был убит в 1926. Так что действительно до. Итак, перейдем к теме сегодняшней пары. Сегодня мы говорим о Перце Маркише. Из тех писателей, о которых у нас шла речь, Перец Маркиш почти самый молодой. Моложе, чем он, только Ицик Фефер. Маркиш родился в 1895 году. Родился он в небольшом местечке Полонная. Вот оно. В северо-западной Украине. Потом его призвали во время Первой мировой войны в армию. Потом он, демобилизовавшись, жил в Екатеринославе. Сейчас это Днепро. Днепропетровск. Потом переехал в Киев и из Киева эмигрировал. В 1921 году он уезжает в Европу. Он живет некоторое время в Варшаве, потом в Берлине. Очень активно путешествует. Посещает самые разные города Западной Европы. И посещает один раз даже Палестину. А потом, в 1926 году, привлеченный разными рассказами о том, как прекрасно живет культура наидиша в Советском Союзе. И, надо сказать, будучи действительно искренне убежденным коммунистом, он переезжает в Советский Союз. И там он очень хорошо принят, его активно печатают, его награждают. Он поднимается и поднимается по карьерной лестнице. В конце концов, ему вручают Орден Ленина, высшую награду по тем временам. Он становится председателем еврейской секции Союза писателей. В общем, карьера его развивается прекрасно. Потом он становится членом президиума Еврейского антифашистского комитета. И все это обрывается, как мы знаем, в 1948 году, когда начинается дело против Еврейского антифашистского комитета. Его в самом начале 1949-го арестовывают. Ну и дальше мы знаем, чем закончилось дело. Маркиш очень много писал. Всегда. Скажем, рекордный для него год 1919-й. В этот год он издает аж четыре стихотворных сборника. Большая часть из того, что он пишет, публикуется. Его очень охотно публикуют и до отъезда в Украину, и после отъезда иммигрантские издательства, и после возвращения в Советском Союзе его тоже очень охотно публикуют. Но, надо сказать, какие-то его произведения остались только в архивах, остались неопубликованными. И вот в основном это пьеса, и сегодня как раз довольно большую часть нашего времени мы посвятим пьесам. О Холокосте. Маркиш тоже написал довольно много. Вот приблизительный список. Во-первых, шесть пьес. Сразу скажу, что пьеса – это далеко не самое сильное произведение Маркиша, но это, я думаю, довольно интересно, хотя бы потому, что почти не одна из них, ну, собственно, опубликована из них только одна – «Восстание в гетто». Все остальное исключительно в архивах, и, в общем, кроме меня их мало кто читал. Поэтому, мне кажется, вам может быть интересно про это послушать. Кроме пьес, он написал о войне огромный роман «Трот фун Дойрос». Он не был издан при жизни Маркиша, был выпущен только издательством «Советский писатель» только в 60-е годы. Это огромная такая длинная соцреалистическая сага. Она начинается в Варшаве, ну, когда на Варшаву падают первые бомбы, и заканчивается там в 44-м году. В процессе действие, так сказать, расщепляется между Варшавой, где показано гетто и еврейское подполье, и связь с ней еврейским подпольем, в общем, подготовка восстания, Варшавского восстания вот 44-го года, и советской территории, где, соответственно, я, по-моему, уже упоминала вот эту группу беженцев еврейских из Жешева, где они пересекают сначала советскую границу, и дальше показан их путь на восток, и они оседают на Урале, и вот показано, как они там превращаются в полноценных советских граждан. Еще одно очень большое произведение – это огромный совершенно поэтический эпос Милхома «Война». Он, по-моему, не переведен ни на какой язык, он на идиши совершенно тоже огромный. Он писался на протяжении войны, и вот мы в Эйникайт периодически видим упоминания о нем. Где-то там прошла читка, вот разные писатели выступали с разными своими произведениями, Перец Маркиш прочитал новый отрывок из своей поэмы «Война». И вот мы знаем, что, собственно, поэма начала писаться в самом начале, еще, видимо, даже до Великой Отечественной войны, видимо, когда началась Вторая мировая, и окончен этот эпос уже в 1947-1948 годах, после войны. То есть Маркиш постоянно дописывал, добавлял, перерабатывал, и некоторые сюжеты, например, сюжет пьесы «Восстание в гетто», туда вошли в качестве отдельной истории. В этом эпосе огромное количество разных мелких историй, и огромное количество разных персонажей, и огромное количество мест нам показано. Там есть и разные гетто, и разные города, в которых что-нибудь происходит, ну, в основном, естественно, ужасы Холокоста, и лагеря уничтожения, и, вообще, заканчивается это все победой. Надо сказать, что эпос Милхома – это единственное произведение, Маркиша, в котором нашла отражение победа. Во всех остальных и стихотворениях, и презаических произведениях, и драматических произведениях речь идет либо, собственно, вот о войне, о сопротивлении или об ужасах Холокоста, либо война упоминается как что-то такое уже прошедшее, но, собственно, о победе не рассказывается. Единственное исключение – это эпос «Война». Кроме того, Маркиш посвятил Холокосту огромное количество стихотворений и поэм. Я тут привела такой список, но он, естественно, далеко-далеко-далеко не полный. «Еврейская танцовщица», по-русски, по-моему, это называется «танцовщица в гетто», это довольно пространная поэма, которая написана еще в 1940 году. Видимо, по мотивам рассказов беженцев, которые прибывают с территории бывшей Польши в Советский Союз. И это такая поэма, разделенная на небольшие части. Части, на первый взгляд, мало связаны между собой. С одной стороны, там рассказывается, там описывается ситуация вот этой женщины, еврейской танцовщицы, рассказывается, какая она красивая, и, в общем, постоянно описывается ее привлекательность, ее красота и то, как она, собственно, влечет лирического героя. С другой стороны, постоянно рассказывается об истории и о судьбе еврейского народа, и постоянно дается вот это ощущение полной потери координат, потери дома и неизвестности, что сейчас происходит и что будет дальше. И очень много отсылок и к еврейской истории, и к разным библейским и таламудическим сюжетам. Еще два произведения, которые написаны до июня 1941 года. Это «Дорога в гетто», тоже такая довольно пространная поэма. И «Вот хлеб», «Холлахмо». «Холлахмо» – это фраза, которая произносится во время пасхального седора, и там описывается, собственно, расстрел евреев у расстрельного рва. И вот это сопоставляется с пасхальным седором. Надо сказать, что сравнение убийства евреев и еврейских ритуалов, в первую очередь пасхальных ритуалов, это не новая для Маркиша вещь. И тут вот отправной точкой для этого произведения, как и для многих, надо сказать, других произведений Маркиша о Холокосте, будет его ранняя поэма. Она написана, она издана в 1922 году. Поэма называется «Бикупе куча». Она посвящена погрому в одном небольшом местечке, «Городиш». И там главный герой – это куча еврейских трупов, и вот эта экспрессионистская поэтика, описание гноящихся, разлагающихся трупов. И там тоже огромное количество разных отсылок к классическим еврейским текстам, и тоже это постоянно сопоставляется с пасхальными сюжетами. Еще несколько произведений я просто перечислила. Что-то опубликовано в русском переводе. Я думаю, вы читали «Доброй недели мать», там в списке были ссылки. И вот есть два сборника «Смерть с каннибалом» – это 1941 год, и «Народы и Родине» – это 1943 год. И вот в этот сборник 1943 года вошло большинство стихотворений о Холокосте и о войне, в принципе, которые были опубликованы в Эйникайт в предыдущие годы. И, наконец, в Эйникайт Маркиш публикует разные фильетоны с самого начала издания газеты «Эйникайт». Тоже группа его текстов о Холокосте. Это более-менее полный обзор того, что Маркиш, в принципе, написал о Холокосте. Теперь некоторое тематическое обобщение. Главная тема его холокостных произведений – это, допустим, вот если у Бергельсона, в произведениях, которые написаны во время Холокоста, это необходимость выжить, необходимость родить потомство и тем самым продолжить еврейский народ. А в послевоенных произведениях необходимость свидетельствовать, необходимость рассказывать, необходимость помнить. Так вот, Бергельсон фокусируется на евреях, на жертвах. Маркиш, в отличие от него, интересуется в первую очередь природой зла, изображением нацистов. Ему очень интересно, и вот в разных произведениях он пытается это по-разному исследовать, а кто вот эти люди, которые совершили весь вот этот кошмар? Они изначально были непохожими на людей? Они изначально были какими-то страшными деградантами? Или они позволили вот этой вседозволенности тому, что они могущественные и сильные, а им противопостоит невооруженный жалкий противник? Вот этой вседозволенности они позволили превратить себя в таких деградантов? В разных произведениях Маркиш отвечает на этот вопрос по-разному. Но вот это главная тема, которая его занимает. Пожалуй, в подходе к изображению нацистов у него можно выделить три основных стратегии. И они нам знакомы по произведениям, опубликованным в Эйникай, произведениям разных авторов. Это дегуманизация, изображение фашистов как каких-то полных деградантов, монстров и страшных уродов. Мы к этому перейдем еще позже, когда будем говорить о пьесе «Ока за ока», и особенно, когда будем говорить о его стихах. Там будут всякие очень захватывающие духоподъемные примеры. Вторая стратегия – это изображение нацистов как максимально сильного и страшного врага. И это будет и в пьесах, это будет и в романе Трот фон Дойра с «Поступ поколений», и там в некоторых частях поэма «Война». И, наконец, у него есть такой очень странный вид произведения о Холокосте, который вообще крайне редок. Произведения о Холокосте, в которых практически ничего не говорится о нацистах. И вот в некоторых его произведениях используется та самая стратегия, которую мы с Валерием Ароновичем обсуждали в конце первой пары. И это рассказ о войне исключительно в метафорах, когда вот понятно, что идет какая-то возвышенная битва между силами добра и зла. А что именно происходит? Кто с кем борется? Что вот фактически случается? Огонь оттуда, огонь отсюда. Что происходит? Это совершенно непонятно. Есть только какие-то возвышенные метафоры о происходящем. Вот эти стратегии я бы выделила. А теперь мы перейдем к пьесам. В отличие от Бергельсона, который написал очень мало пьес, Маркиш начал сотрудничать с гассетом еще в 30-е годы. И, видимо, это сотрудничество было успешным. И Маркиш пишет немало пьес в 30-е и в 40-е годы. Он продолжает. Не все они были поставлены. То есть, видимо, и главный гассет, и другие гассеты, и русский театр, некоторые его пьесы предлагались в русские театры. Что-то было принято, что-то нет. В общем, видимо, даже такому именитому автору, как Маркишу, иногда все-таки отказывали, потому что, ну, действительно, это не самый лучший в мире пьеса. Что да, то да. Первая пьеса написана... Написана, ну, она, по крайней мере, прошла цензурный комитет в июне 41-го года, по-моему, 11-го или 12-го июня. То есть, ну, совсем незадолго до того, как нацистская Германия нападает на Советский Союз, но все-таки до того. И поэтому темы борьбы нацистов и Советского Союза там нет, да. Эта пьеса подана в цензурный комитет тогда, когда нацистская Германия и Советский Союз еще союзники. Там дело происходит в недавно присоединенном к Советскому Союзу городе в Западной Белоруссии, который раньше, естественно, входил в состав Польши. И там, в общем, Холокост даже никак не упоминается. Там главная интрига – это взаимоотношения евреев и поляков в польской шляхте. В общем, есть главный герой, ну, в русском переводе называется летописец Арий, ну, Арье его зовут. Он глава еврейской общины этого города. Его дочь, коммунистка, сидит в тюрьме. Ее туда, значит, в польской шляхтище посадили. И вот только теперь, когда в городе советская власть, она освобождается из тюрьмы, и этому Арье угрожает огромная опасность, польский воевода Градульский просит его у себя спрятать. И Арье мучается дилеммой. С одной стороны, если он его спрячет, и потом это станет известно советской власти, то его казнят. А с другой стороны, если он его не спрячет, а потом вдруг советскую власть из города выбьют и вернется польская шляхетская власть, то тогда пострадает вся еврейская община. И он вот мучается-мучается этой дилеммой. В конце концов, решает все-таки спрятать воеводу, а потом решает все-таки воеводу выгнать под влиянием своей дочери. И идет в советскую комендатуру об этом рассказать, но польский воеводов туда является раньше, и, в общем, он убивает этого летописца. И здесь уже задается тема, которая будет важной практически во всех этих пьесах, это тема противопоставления поколений. Вот есть отец, который все делает по старинке, он раввин, он по-прежнему соблюдает все заповеди, все каноны, и он привык смотреть на все, на ситуацию евреев, на ситуацию в этом городе, на ситуацию во время войны. Он привык на это все смотреть, ну, скажем так, традиционным еврейским взглядом. Еврейское общение все угрожает, мы должны мириться с властью, даже если эта власть недостойна нашего доверия и вообще ужасна, а вдруг евреи от этого пострадают и так далее. А с другой стороны есть дети, которые совсем не такие, они смелые борцы, они коммунисты, дети с родителями полемизируют, и в конце концов родители признают правоту детей и произносят над тем какие-то страстные монологи. Вот это так дальше будет во всех произведениях. Дальнейшая пьеса написана уже после нападения Германии на Советский Союз. Пьеса «Око за око» написана в 1942 году, и это была одна из первых постановок гассета после того, как гассет был эвакуирован из Москвы в Ташкент. Мы знаем, что она была поставлена, сохранились даже фотографии с постановки. Там дело происходит в Варшавском гетто в начале 41-го, извините, в ноябре, в общем, осенью 41-го года. По представлениям Маркиш, вот это очень странно, что в 42-м году он так думал, будучи вообще-то весьма осведомленным о том, что происходит на оккупированных нацистами территориях. Но он изображает гетто, как территорию, где евреи должны жить, но куда и откуда даже свободный вход и выход. Сами евреи могут, в принципе, входить-выходить, и к ним спокойно, легко могут приходить поляки в гости. Там такая дружба народов, поляки, евреи. В общем, они сообща борются против нацистов. Главная героиня. Тоже есть противопоставление поколений, паящиеся за всё старшие и боевая молодёжь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы снова появились. Вы меня слышите? Ага. Ещё раз повторюсь, есть противопоставление поколений, и молодёжь пытается организовать сопротивление. Вот там показаны главные персонажи. Я слышу чуть-чуть раньше. Мне кажется, мы чуть-чуть раньше перестали слышать. Нет, нет, всё нормально. А всё, ночью. Я говорила о пьесе... Давайте просто немножко вернусь. Я говорила о пьесе «Око за око», где действия происходят в ноябре 1941 года, и Маркиш описывает... Действия происходят в Варшавском гетто и вокруг, и Маркиш почему-то описывает гетто как место, куда можно свободно входить и выходить. И там есть еврейские герои. Это семья Сфардов. Тут явно Маркиш намекает на такого писателя Довида Сфарда, который был одним из беженцев из Польши в Советский Союз. Он сотрудничал с Еврейским антифашистским комитетом, он иногда даже публиковался в Эйникайт, и, видимо, он о многом и рассказал Маркишу, что происходит, собственно, в Польше под нацистами. В общем, семья Сфардов. Есть ещё их некоторые еврейские знакомые, и есть польские знакомые. И они вот все плечом к плечу борются с нацистами. Сфарда находится в гетто. И вот, в частности, главой этой семьи, старика Схарья, нацисты назначают... Опять мы встречаем этот какой-то странный стереотип. Нацисты назначают ответственным за стерилизацию еврейских мужчин и за поставку еврейских женщин в бордель. Он отказывается это делать. И на следующий день они под руководством дочери семейства, представительца молодого поколения и её жениха. Они уходят из гетто, там как-то убегают и оказываются в лесу. Делают они это при помощи ещё одного нациста. Дело в том, что требовать выполнения вот этого странного нацистского приказа приходит какой-то нацистский солдат по имени Ханс Литау. И вдруг он узнаёт в Довиде Сфарде, соответственно, сыне вот этого старика Схарья и отце Вигды, которая такая боевая девушка, вот её отец Довид Сфард, в нём Ханс Литау узнаёт своего университетского профессора. Они некоторое время там разговаривают, и вот этот нацистский солдат вспоминает, как он учился в университете, и вдруг он как-то понимает, что вот все эти годы, что он состоит на службе в немецкой армии, все эти годы ему промывали мозги, как-то страшно его отупляли, а ведь в университете он учился не тому. И вдруг он, ну как это часто бывает в таких социалистических пьесах, всё это довольно неправдоподобно, но в общем вдруг он понимает, как же абсурдна нацистская идеология, и он начинает помогать этой семье и еврейскому подполью, что-то такое даёт им какое-то оружие. В общем, они все уходят в лес, и там присоединяются к партизанам, и там происходит бой, в результате которого там они победили, они захватили какого-то нацистского генерала даже в плен, какие-то танки там и прочее оружие. Но в этом бою гибнет несколько человек, в том числе и Вигда, дочь семейства. И тоже родители признают правоту детей, вспоминают, как же дети были правы, что они бескомпромиссно борются с нацистами, они пытаются как-то вот претерпеться к этому новому порядку вещей. Следующая пьеса, тоже написанная в 42-м году, она по-еврейски называется «Милхом и Веган», по-русски у неё два названия «Гнев», и здесь мы родились. Там евреи не главные персонажи, и там показано противопоставление поколений среди нееврейских семей. Там семья Деснюков, старшее поколение, отец семейства, он председатель колхозов, а его мать такая традиционная, она почитает икону, и, естественно, тоже родители пытаются как-то договориться с нацистами. А дети семейства, наоборот, боевые и бескомпромиссные. В общем, когда нацисты захватывают этот колхоз, их сын семейства Деснюков в армии, в партизанах, а дочь семейства, вот она там, при них, и, собственно, нацисты пытаются её изнасиловать, но она на глазах у окаменевших от ужаса родителей, она спасается от изнасилования, вступает с нацистами в полемику, потом пытается их убить, но тут её убивают, собственно. Она отвечает, что она никуда отсюда не уйдёт, и произносит фразу «здесь мы родились». Здесь я родилась, я никуда отсюда не денусь, это вы отсюда уходите. В общем, она погибает, а её родители, взяв ещё осиротевших детей и соседей, уходят тоже в лес к партизанам. И вот как раз там в лесу разворачивается сцена, связанная с евреями. Сын этих Десняков, Алексей, он каким-то образом возвращается из немецкого плена вместе с другим красноармейским бойцом по имени Хайм Френкель. Как им удалось уцелеть в нацистском плену, если один из них коммунист, другой еврей, совершенно непонятно. Ну вот у Маркиша в пьесах много неправдоподобных ходов. Так вот они возвращаются оттуда, и вот этот Хайм Френкель рассказывает, он показывает на фотографии, которые у него в карманах разных. Говорит, а вот это моя дочь, люди мне рассказывали, что нацисты её убили. А это мой отец, люди рассказывали, что нацисты его убили так и так. А это мои братья, и тоже до меня дошли слухи, и что они погибли так и так, и так, и так. В общем, я нашёл с собой кладбище. И через некоторое время там завязывается перестрелка, и Хайм Френкель геройски в ней погибает. И тогда Алексей Десняк клянётся за него отомстить, и почему-то зарывает в землю свой орден Красной Звезды. И идёт мстить за Хайма Френкеля, участвует в боях, а потом ещё через несколько сцен он возвращается, выкапывает с земли свой орден Красной Звезды и присоединяется к действующей армии. Следующая пьеса, которая гораздо более известна, и, собственно, она по качеству несколько отличается от предыдущих. И эта пьеса под названием «Восстание в гетто». «Восстание в гетто» — это её еврейское название. По-русски она была переработана, и сейчас я объясню, почему. И русский перевод носит название «Беловежская пуща». И это единственная пьеса, которая оказалась опубликована. Опубликована, правда, не в Советском Союзе, там в 50-е годы в американской литературе, но не так важно. И вот её сюжет позже в переработанном виде вошёл в поэтический эпос «Война». Изначально, в еврейском варианте, в оригинальном варианте «Восстание в гетто» изначально там речь шла о Виленском гетто. И изначально Маркиш как бы сплавил, соединил воедино два эпизода, которые оба произошли в 43-м году, но там между ними было пара месяцев. Там следующая вещь. Там нацисты предъявляют требования, чтобы один из руководителей еврейского подполья выдал себя нацистам для того, чтобы спасти всю еврейскую общину в гетто. Там руководителей еврейского подполья было трое. Один из них известный человек, сионистский по имени Аббаковнер, а другой из них был некий Виттенберг. И Виттенберг как раз вот выдаёт себя. И тем самым отсрочивает гибель еврейского населения гетто на пару месяцев. И второй эпизод – это, собственно, гибель гетто. И там бои еврейского подполья против нацистов. И там ещё есть один персонаж, который, ну, реальное историческое лицо, ему удалось, реальному персонажу, удалось всё-таки сбежать из гетто. И погиб он несколькими месяцами позже в другом месте, в Эстонии, в партизанском отряде. Этот человек, имя этого человека довольно известно. Его зовут Ирш Глик. И известен он главным образом тем, что он был таким молодым начинающим поэтом. Ну, не так много его произведений уцелело, но уцелело, пожалуй, главное его стихотворение, которое было потом положено на музыку и стало партизанским гимном. Это «Зогниш ткейнмол астугейст эмлеттен вег» «Никому не говори, что ты идёшь в последний путь». Это стало ещё во времена гетто таким гимном повстанцев. И, скорее всего, Маркишу о Ешиглике и о вот этой песне рассказал Суцкивер, который, как мы знаем, убежал из Виленского гетто, присоединился к партизанам, и дальше советская власть его спасла. За ним специально прислали вертолёт. Он оказался в Москве. И известно, что Суцкивер общался с Маркишем. Он даже публиковался в газете «Эйникает», он сотрудничал с «Яак». И вот, скорее всего, Суцкивер оказался здесь передаточным звеном. В пьесе вот это всё слилось воедино. Тот самый подпольщик, который должен выдать себя, иначе гетто уничтожат, носит имя Гирш-Глик. И, собственно, герои пьесы поют песню «Никогда не говори, что ты идёшь в последний путь». И вот это соединено с восстанием. Там, собственно, герой предлагает себя выдать, но ему говорят «Нет-нет, мы сейчас объявим, что тебя в гетто нет». И завязывается, собственно, битва. И дальше там большая часть пьесы – это такая огромная батальная сцена. И, в конце концов, в этой батальной сцене гибнут все главные герои. И в том числе и Гирш-Глик. Одна из важных тем этой пьесы тоже – это противопоставление поколений. Отец Гирша Глика по имени Вольф Глик, он глава Юденрата. И он поначалу, естественно, тоже сотрудничает с нацистами, и ради этого сотрудничества, и ради какой-то призрачной надежды, что кому-то из евреев удается уцелеть, он совершает много преступлений. Он обрекает огромное количество евреев на гибель. И, в конце концов, он признает свою неправоту. Он говорит «Да, вот Гиршка прав, а мы слишком были податливы, мы слишком легко отсекали от ствола еврейского народа все новые и новые ветви, а нам надо было сопротивляться с самого начала». И он понимает, что то бедственное положение, в котором оказалось еврейство гетто сейчас, это из-за него, он мучается совести. И он, надо сказать, будучи главой Юденрата, сообщает нацистам, что его сына в гетто нет. Хотя его сын как раз предлагал себя выдать, обречь на смерть, лишь бы остальные остались живы. Оригинальная пьеса, еще раз повторю, была написана о событиях в Виленском гетто. Потом, когда эту пьесу собирались ставить на русскоязычной сцене, выяснилось, что что-то про Вильнюс рассказывать как-то не с руки, потому что Вильнюс была присоединена к территории Советского Союза совсем-совсем незадолго до войны. И в сущности на момент начала войны и противостояния с нацистами никакого там как-то коммунистического влияния и никакого облагораживающего влияния Москвы, советской власти, там как-то еще не было. Поэтому то ли по настоянию цензуры, то ли соображений самоцензуры Маркиш переносит действия в какой-то белорусский город. И пьеса, я уже сказала, что в русском варианте эта пьеса называется «Беловежская пуща». То есть какой-то белорусский город, который, видимо, недалеко от Беловежской пущи. И, что важно, там евреи поднимают восстание не сами, а под руководством партийного инструктора, которого прислали из Москвы. Его зовут Андрей Семибрат, он сибиряк. Вот почему-то это руководящая и направляющая роль партии, даже была доверена не белорусам, а именно русскому герою. Но, видимо, это отражает уже послевоенную такую иерархию народов, своеобразную, которая сложилась вот в советском официозе. Это может быть только русский человек. Ему, конечно, чуждит антисемитизм, он интернационалист, он коммунист, и вот он помогает евреям организовать восстание, потому что евреи сами не смогли бы. Он там создает подпольную организацию, он договаривается о поставке оружия, он водит, собственно, боевыми действиями, какая группа, куда, какой отряд, как и так далее. Да, и многие герои пьесы вспоминают о том, каким героическим примером прошлого нынешние еврейские бойцы гетто могут последовать. Вот Гедеон, вот Баркухба, вот Самсон. Собственно, вот в самой финальной батальной сцене этот самый главный герой, Ирш Глик, оказавшись вместе с главным нацистским, там, ну, комендантом, грубо говоря, вот этого гетто, нацистом по фамилии Клопс, оказавшись вместе с ним в одном здании и еще с большим количеством нацистов, он, собственно, подрывает самого себя, гранаты и вот их всех. И все они гибнут. И он при этом вспоминает Самсона, который, собственно, да, он обрушил здание, в котором происходил пир Филистимлен, и вот он там был прикован к какой-то стене, и он тем самым совершает самоубийство, но он убивает огромное количество врагов. Ирш Глик делает, по сути, то же самое, и вспоминает при этом великого своего библейского предшественника. Вот. Эта пьеса, повторюсь, не расставилась, и даже один раз была опубликована. Следующая пьеса, наоборот, пожалуй, самая ужасная вообще, что Маркиш написал о войне, пьеса «Москва моя», написана в 1947 году, начинается она с Волоколамского шоссе, воспитывая в советской прозе, и начиная с какой-то непрофотоподобной, даже по меркам пьес Перца Маркиша сцены, на дубу сидят два красноармейца. Один еврей по фамилии Левин, другой русский по фамилии Нилов, и вот они там обмениваются воспоминаниями о разных ужасах нацизма, о которых они слышали, и потом при приближении советского танка они, значит, с путылками с зажигательной смеси бросаются под этот танк, и оба погибают. И, ну, там дальше происходят несколько разных батальных сцен и тактических сцен, а в конце концов вставку войск под Москвой, ну, это всё посвящено битве под Москвой, в конце концов вставку войск приезжает лично Сталин. И это, как остроумно предположил Беркут Лерман, именно это стало главным препятствием на пути постановки этой пьесы. Пьесу вроде как принимали там к постановке, ну, по крайней мере, к рассмотрению в нескольких театрах, но потом представили именно еврейских, ну, идишеязычных, нерусскоязычных, и потом представляли, видимо, что им придётся на идишеязычной сцене изображать Сталина, то есть Сталин должен будет выйти на сцену и как-то, видимо, на идише говорить, и думали, не-не-не, вот это вообще никак невозможно, это никак не пройдёт никакой цензуры, в общем, поэтому пьеса поставлена не была, ну, честно говоря, и хорошо. А вот зато про последнюю, последнюю пьесу очень интересно, и про неё чуть позже я расскажу подробнее. Это такая детективная совершенно история, очень скандальная, и о ней крайне мало кто знает, а она, правда, страшно интересна. Ну, вот, чуть позже. Несколько общих мотивов, которые есть во всех пьесах Маркиша. Первое, да, это героическое сопротивление врагу и перспектива отмещения, если не удаётся в рамках сюжета пьесы довести вот это сопротивление до логического концепта, по крайней мере, перспектива того, что враг будет полностью повержен. Второе, это вот то соображение, которое мы видели и в произведениях разных авторов Эйникайт, и которое будет ещё в самых разных еврейских произведениях, написанных после войны. Это вот такой специфический интернационализм. Евреи сражаются не одни, а плечом к плечу с другими советскими гражданами, прежде всего с русскими, и еврейский героизм должен быть уравновешен нееврейским героизмом. Третье соображение касается жертв врага. Мы это видели уже тоже в Эйникайт, и это у Маркиша будет очень частым мотивом, что жертвы врага – это не только евреи, но и весь советский народ, даже советская земля. И там у него, прежде всего, в стихотворных произведениях, будет такая очень странная метафизическая связь многих героев с землёй. В огромном поэтическом эпосе Милхома один из героев, еврейский красноармеец, он прикладывает ухо к земле, и он слышит, что происходит в разных частях советской земли. Где произрастает из земли трава и деревья, а где земля стонет от того, что в неё попадают снаряды. В стихотворениях будет описана такая вот тоже метафизическая и очень странная связь между еврейскими жертвами и землёй. Вот они ложатся в землю, потом они прорастут оттуда травой и деревьями и так далее. И земля, которая страдает, земля – тело, которое изувечено боями, боями, снарядами и осколками – это тоже будет важной темой. И, наконец, последнее соображение – битва, вот эта вот страшная война рождает новый тип героев – еврей-боец. Этот еврей-боец принадлежит к юному поколению, и это юное поколение переубеждает своих родителей в своей правоте. Родители говорят, да-да, мы были неправы, вот мы теперь тоже будем бороться, мы теперь тоже примкнём к воюющим. Важный вопрос для Маркиши – это кто враг? В пьесах «Око за око», «Военной дороге», «Восстание в гетто» и «Москва моя» естественно, главный враг нацистов. В пьесе «Око за око» мы об этом чуть позже скажем, очень скоро. Нацисты дегуманизируются, они показаны максимально смешными, нелепыми, отвратительными, и они вызывают только насмешку. А в остальных пьесах это не так, они очень могущественные и грозные. И ударом, собственно, это такой грозный противник, против которого евреи не всегда сдюживают. Но при этом они наделены мелкими постыдными пороками. Вот, например, в пьесе «Военной дороге», там, когда вот в лесу беседуют Алексей Десняк и Хайм Фрэнкель, они, и то ли им кто-то рассказывает, то ли кто-то из них вспоминает, я уже не помню, что вот недалеко здесь нашли труп немецкого офицера, и что оказалось при нём? При нём оказались там разные фотографии нацистских жестокостей, подробнейшие карты о советской стороне, а кроме того, ну, конечно, порнография. Но при этом, надо сказать, в этой пьесе подавляющее большинство нацистских героев вовсе не такие уж какие-то нелепые презренные деграданты, там главный такой герой Афенбак, который там вспоминает Гегеля и Канта, и что-то такое рассказывает про философию истории, а еврейские герои говорят, ой, ну надо же, ну вот как же так, немцы, народ с такой высокой культурой, с такой литературой, с такой музыкой, с такой философией, вот как же так, они сейчас творят такой ужас, неужели культура их от этого не защитила? Наратив очень, да, ставший актуальным в последнее время. В пьесе «Восстание в гетто» вот тот самый комендант лагеря Клопс, он тоже очень такой могущественный и грозный, и он, в общем, достойный противник Герша Глика, и он с уважением относится к своему противнику Гершу Глику, и он как раз ему припоминает, так сказать, его героических предшественников, он сам его сравнивает с Баркохбой, например, он вспоминает других еврейских бойцов прошлого, но при этом там есть такая комическая сцена банкета и какого-то бесконечного количества подношений и каких-то ястров, которые выставляют на вот этот стол пиршества. И потом, кстати, когда эту пьесу обсуждали, во время, точнее, очередного обсуждения, очередной версии этой пьесы там в цензуре, Маркиш говорил, а я вот здесь имел в виду Россию, он в послевоенных разных обсуждениях говорит не о Советском Союзе, а о России. Я вот имел в виду Россию, которая своим обилием убьёт любого, кто на неё посягнёт. Вот это вот обилие еды и обилие подарков, это просто такое вот губительное изобилие, которое окажется смертельным для любого, кто прикоснётся. Так или иначе, во всех перечисленных пьесах главный враг нациста. А вот две пьесы 1941 года, написанные до просто нападения Германии на Советский Союз, и пьеса Король Лампедоза, очень такая странная и интересная, написанная в послевоенные годы, там главный враг другой. В первом случае это польская шляхта, как мы уже сказали, а во втором случае это Англия. Это мы уже сказали. Да, теперь немного о дегуманизации нацистов. Я просто обещала такие впечатляющие цитаты из пьесы «Око за око». Пьеса «Око за око» начинается так. Там, собственно, в прологе есть две сцены, которые показывают насилие нацистов. В одном случае, в одной сцене это насилие направлено против евреев, в другом случае против поляков. И в случае с поляками там такая история. Нацисты требуют, чтобы поляки, ну просто какие-то случайные польские прохожие, которых они там на улице поймали, чтобы они снесли памятник Адаму Мицкевичу. И в изначальной версии пьесы потом цензура это выморала. Значит, это было потому, что нацисты говорят, а вот мы знаем, что Мицкевич был евреем. Потом цензура это уничтожила. И в окончательной версии нацисты просто борются с польской культурой. В общем, они заставляют их снести памятник Мицкевичу, поляки вступаются за своего национального поэта, начинается там битва. И в этой потасовке одному из героев выбили глаз, и вот он истекающий кровью, он как раз прибегает к своим друзьям, к еврейской семье вот этих сфардов и рассказывает о происходящем. И предупреждает их о том, что на их долю выпадут еще более страшные испытания, что, естественно, так и оказывается. Так вот, в этой сцене эти нацисты, которые вот скоро заставят поляков сокрушить памятник Мицкевичу, они описаны так. Появляются несколько головорезов с дефективно пропойными рожами в немецких мундирах, вытянутых, готовых к услугам. И дальше немцев, нацистов многократно обсуждают. Вот это Вигда Сфард, дочь семейства, говорит, она говорит о еврейской вот этой лате, желтой звезде. Меня не позорит эта желтая пакость, которой обливала нас пьяное зверье. Мне только стыдно смотреть на их окровавленные рты. Мне стыдно от того, что у них глаза, что умеют говорить. Мне стыдно, что ни шкура покрывает их тела. Вот чего я стыжусь, а не тряпки пришитые к моему рукаву. И дальше вот примерно в таких выражениях еврейские герои на протяжении пьесы все время говорят о нацистах. Это пьяное зверье, они все в блевоте, они все должны быть покрыты коричневым мехом и так далее. Вот. А теперь обещанная история, самая интересная, на мой взгляд, о пьесе Корольном Педузе. Эта пьеса не опубликована, и это, мне кажется, такой интересный сюжет. Пьеса основана на реальном историческом событии. Эпизод, который вошел в публицистику под названием именно Король Лампедуза, The King of Lampedusa. В июне 43-го года выходит еврейская газета News Chronicle в Лондоне и рассказывает следующее. Там излагается такой эпизод, что еврейский сержант Сидни Коэн управлял самолетиком. он там вылетел с... Он был сержантом британской армии, и он вылетел с британской военной базы на Мальте, выполняет там какое-то боевое задание, и в процессе у него сломался компас, он сбился с курса, он выжил слишком много топлива, и он понял, что либо сейчас он рухнет в море и просто погибнет, либо он приземлится на первую попавшуюся полосу суши, ну вот просто чтобы остаться в живых, и неважно, что с ним там дальше будет. Он приземляется на первую попавшуюся полосу суши, это оказывается логинный остров, который принадлежал нацистам, итальянцам, и он знает, что его сейчас захватят в плен, и что ничего хорошего ему там не светит, но все-таки он надеется, что хоть какой-то шанс выжить у него там есть. И вдруг он видит, что к его самолету бегут какие-то люди с белым флагом и говорят, примите, пожалуйста, у нас акты капитуляции, мы вам сдаемся. Он изумляется и в процессе разговора выясняет, в чем там дело, что действительно итальянский гарнир, которым несколько тысяч солдат, там, по-моему, четыре тысячи, собирается ему сдаться, потому что знают, что он представителем могущественной, гораздо более превосходящей их подчисленности и мощи военной силы, и вот, пожалуйста, пройдите в нашу штаб-квартиру, мы вам сейчас вручим этот акт капитуляции, он идет в штаб-квартиру, как-то оценивает обстановку и в процессе понимает, что надо изображать, и говорит, да-да, обязательно, акты капитуляции, действительно, мы вас сейчас завоюем, берет этот акт капитуляции и говорит, так, а теперь, значит, на правах нового хозяина, ну-ка, я вам приказываю, ну-ка, заправьте мне самолет и дайте новый компас, компас не дают, самолет заправляют, и он, заправившись керосином, взлетает, и, ну, дальше проще, потому что Мальта там на запад, и он просто летит строго на закат санкса, садится, сообщает своему командованию о том, что произошло, и в тот же день, просто там, в тот же час командование отправляет на этот остров сотню солдат под руководством офицера какого-то британского, и они захватывают остров. На самом деле дело было не совсем так, то есть вот эти защитники острова, которые сдались сержанту Сидни Коэну, были не такими уж какими-то бессмысленными трусами, а дело там происходило вот как. Да, конечно, можно говорить, что целый гарнизон сдался одному солдату британской армии, а еврейская пьеса, или еврейская пресса особенно раздул тот факт, что он был евреем, да, то есть одному еврейскому солдату британскому сдался целый гарнизон, но на самом деле несколько дней до этого в Лампидузу очень тяжело бомбардировали самолетов. И сам этот Сидни Коэн вспоминает, что когда он ступил на этот остров, он увидел, что вся земля просто изрыта воронками от снарядов. И просто защитники острова приняли приземление первого британского самолета за начало наземной операции. Они просто связали одно с другим, и не могло прийти в голову, что это случайное совпадение. Кроме того, сержант Сидни Коэн там приземлился вообще-то не один, у них был самолетик, в котором экипаж состоял из трех человек. Читаю этот эпизод. Да, вот на всякий случай вот карта, да, ну вот Тунис, вот Италия, вот Сицилия, вот Мальта, вот Лампидуза. Этот эпизод тут же становится известным всем, что о нем пишут в газетах, и практически сразу за перо принимается такой журналист еврейский, живущий в Лондоне. Вот здесь вы можете видеть на этой вот афише, что его в англоязычном, что, ну, по-английски его фамилия написано как Харрендорф, а по-еврейски как Дорфзон. У него действительно, ну, вот будут фигурировать там две фамилии, то одна, то другая. В общем, он сразу же берется за написание мюзикла по мотивам этого инцидента, и через несколько месяцев этот мюзикл оказался поставлен 31 декабря 43-го года премьером в каком-то маленьком еврейском театре в Лондоне, который, конечно, носит такое помпезное название Grand Palace. Мюзикл имеет огромнейший совершенно успех, его водят смотреть и еврейских, британских солдат, и британские политики даже его посещают, хотя они не понимают идиша, и, в общем, кто только туда не ходит, этот мюзикл идет каждый день на протяжении семи месяцев, по-моему, потом он, оказывается, переведен на разные языки, по-английски его транслирует BBC, потом он переведен на испанский, и в Аргентине его тоже по радио транслируют, и этот мюзикл оказывается переведен на еврит, и его ставят в Палестине, один театр в подмандатной Палестине, Театрона Аматате, и в 44-м году одним из зрителей этого мюзикла оказывается Сидни Коэн, сам прототип главного героя, который оказывается во время военного отпуска там в Палестине, в Палестину он приезжает, потому что какие-то друзья его там служат, вот, а дальше, да, дальше там Хорендорф об этом пишет в своих воспитаниях, не очень важно, следующая сюжетная линия, которая нам важна, в ноябре 43-го года Михоэлс и Фефер, как мы знаем, на пути из своего турне, из своего американского турне обратно в Советский Союз, посещают Великобританию, и в Эйникайт публикуются коммуники об их разных там встречах, вот они выступают в британском парламенте, вот они там встречаются с еврейской общиной такой, с еврейской общиной сякой, там с какими-то трудящимися такой фабрикой, этой фабрикой, и среди этих встреч была одна, о которой, естественно, никакой Эйникайт не напишет, потому что она была частная, но потом мы узнаем о ней из письма, которое в 48-м году написал автор некий Дорфзон, а это, собственно, вот этот Харендорф, да, автор пьесы, он написал его в редакцию Эйникайт, и, видимо, в газет, и он нам описывает следующее событие, что он говорит, что в ноябре 43-го года ему предложили встретиться Михоэлс и Фефер, а он сам, ну, тогда еще начинающий совсем театральный деятель, да, он только писал вот этот мюзикл, он сам был, конечно, очень наслышан на Михоэлс и очень его уважал, и когда сам великий Михоэлс предложил ему встречу, он, разумеется, согласился. Потом на встрече Михоэлс говорит, а что это вы такое вот тут пишете, до нас дошел слух, что вы пишете какую-то пьесу о короле Лампедузе, Лампедузе. Тот говорит, да-да, и читает им пьесу, ну, тот вариант, который уже, видимо, к тому моменту был готов, да, потому что 31 декабря уже была премьера, наверное, в ноябре уже текст был закончен. Михоэлс говорит, ой, как здорово, а дайте нам, пожалуйста, эту пьесу для постановки в гассете. И Дарвзон совершенно в полном восторге, сам великий Михоэлс поставит его пьесу и говорит, да-да, конечно. Только говорит Михоэлс, вы знаете, у вас там второй акт, а второй акт там происходит на Лампедузе, что там этот самый главный герой его, ну, вот, Сидни Коэн в его пьесе его зовут Сэм Кейган. В общем, это самый Сэм Кейган, он стал королем Лампедузы, и вот на Лампедузе его дворец, и там очень много говорят о реализации библейского пророчества, о том, как будет восстановлено еврейское государство. сам он сидит на троне, за ним там скрижа Лизавета, и еще цитаты из Библии, там, поставь над собой царя, и вот он рассуждает о том, как он восстановит Синедрион, и разные еврейские общинные институции, то-се, и Михоэлс говорит Дорфзона, слушайте, вот отличная пьеса, нам очень понравилась, но вы знаете, ну, вот второй акт вообще невозможно поставить в гассете, не могли бы вы перенести действия с Лампедуза в Бирбиджан? Дорфзон говорит, нет, не согласен я на такое, никаких Бирбиджанов, знаете что, извините. Дальше Михоэлс и Фефер возвращаются в Советский Союз, и буквально вот всего ничего, два месяца, или три месяца спустя, после этой первой встречи, в феврале 1944 года Михоэлс пишет Дорфзону письмо, «Ой, вы знаете, говорят, пишет он, обстоятельства изменились, мы можем поставить пьесу как есть, пожалуйста, пришлите ее». И Дорфзон высылает текст. И после этого как-то связь между ними обрывается, потому что ну, пьесу не ставят, соответственно, никто на ней не заработал, ну и ладно, собственно, чего, да, но Дорфзон не может получить никаких дивидендов с этой постановки, ну так никто не заработал на эту постановку, потому что постановки нет. Ну, собственно, и ладно, Дорфзон по этому поводу никаких действий не предпринимает. Но дальше в газете «Эйникайт», да, мы помним, что треть тиража шла на запад, в газете «Эйникайт» публикуются сообщения о предстоящей премьере, что Гусят собирается, 1948 год, Гусят собирается ставить пьесу «Король Лампедузы», автор Перец Маркиш. И дальше там, в общем, эти объявления предстоящей премьеры публикуются, 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 публикуются несколько месяцев, а все это время, как мы знаем, как мы уже узнаем там из других архивных источников, идет довольно напряженная борьба за эту пьесу, поставить ее, не поставить, в конце концов ее не поставят, но последний, надо сказать, этап обсуждения этой пьесы и последний этап все-таки пропихнуть эту пьесу на сцену был в декабре 1948 года. Мне попался в документ в Аргали 6, кажется, декабря 1948 года стенограмма обсуждения русского перевода этой пьесы, то есть Маркиш надеется, что ее поставят и там какие-то замечания, он говорит, вот это устраню, вот с этим я согласен, с этим не согласен, его там обвиняют в буржуазном национализме, в том, что он предал еврейский интернационализм, эти обвинения он отрицает, говорит, да не, ну какой же я там, я же интернационалист, у меня все пьесы интернационалистические, и, то есть, вроде как перспектива увидеть все-таки эту пьесу на сцене для него еще совершенно реально, а через полтора месяца его арестовывают. Так вот, там в начале 1948 года начинают публиковать все объявления о том, что вот скоро будет поставлена пьеса «Король Лампедуза». Дальше в нескольких объявлениях, там в какие-то месяцы закрадывается опечатка и вместо доктора Лампедузы, вместо «Король Лампедузы» написано «Доктор Лампедуза». «Король Лампедуза». И вот Харендорф, ну, Дорфзон, пишет, он описывает, собственно, всю эту историю встречи, пересылки текста и переписки с Михоэлсом, и пишет, что, собственно, об этой пьесе из Советского Союза был ни слуха, ни духа, а теперь в 1948 году вдруг она что-то появляется. И он как-то пытается там реконструировать события. К тому моменту Михоэлс уже убит. Михоэлс, с которым он, собственно, вел переговоры, поэтому Михоэлса не спросишь. И вот Дорфзон пишет, возможно, что Михоэлс при всем желании не мог поставить мою пьесу в соответствии с нашей договоренностью, и рукопись осталась в архиве Московского Государственного Юрийского театра, пока Перецмаркиш не сжалился над пьесой и не позаимствовал тему. Если бы в этом случае Перецмаркиш повел себя по правилам приличия и указал бы меня в качестве автора, а себя в качестве редактора пьесы, я не стал бы делать этот скандал достоянием общественности. Написать на ту же пьесу, но по-своему, не грех. Но недопустимо использовать чужое название пьесы плагиатом, как сделал это Перецмаркиш, который только после моего протеста сменил название с короля Лампедуза на доктора Лампедуза. Ну, на самом деле, видимо, Михоэлс хотел поставить эту пьесу. И происходившие в СССР события ему диктовали, как вести себя, что можно, что нельзя. Если помнится, в ноябре 43-го года Михоэлс говорит, да-да, пьесу мы поставим, очень хорош пьеса, нам очень нравится, только, пожалуйста, перенесите место действия второго акта из Лампедуза в Бирбиджан. В 44-м году, в феврале 44-го, он почему-то перестаёт настаивать на Бирбиджане и говорит, давайте пьесу, как есть, Лампедуза, пожалуйста. И, видимо, по крайней мере, это хронологически совпадает с тем самым крымским письмом, о котором мы говорили на первой паре, когда у руководства еврейского антифашистского комитета возникает надежда, что местом расселения евреев может быть не только Бирбиджан. И можно писать, собственно, не только о Бирбиджане, но о чём-то ещё. Но раз можно развивать идеи о еврейской республике в Крыму, то, наверное, Лампедуза прокатит, но, по крайней мере, наверное, цензурные требования на эту тему будут ослаблены. И как раз к этому времени относятся назначение их встреч с Молотовым и с другими высшими начальниками. А после войны явно Михойл вспомнил, что поставить пьесу британского автора будет невозможно. И, наверное, он просто заказал пьесу на тот же сюжет Перец и Маркиш. Значит, пьесы Харрендорфа и Маркиш очень разные. И, да, безусловно, Маркиш читал пьесу Харрендорфа, я тут там немало позаимствовал, но это всё-таки своё произведение с собственным сюжетом, а главное с собственным идеологическим посылом. Дорфзон, значит, пишет в Эйникайт, ему поначалу не отвечают, потом он пишет, потом руководители газета Фишман и Зузкин, который к тому моменту сменил убитого Михойлса, отвечают, вроде как, этому Дорфзону, Дорфзону, Харрендорфу, на страницах газеты Эйникайт. Этот ответ оформлен как письмо редактору Эйникайт. Уважаемый товарищ редактор, в журнале Лошнун Лэбм, который выходит в Лондоне, была опубликована жалоба некого Дорфзона, что Перес Маркиш якобы плагиатом присвоил себе тему его Дорфзона пьеса Лампедузе, которую Московский государственный еврейский театр имени Михойлса якобы заказал у него. Позвольте нам заявить через вашу газету, что Московский государственный еврейский театр никогда не вступал в переговоры с этим истцом, вообще не знает, кто такой Дорфзон и никакой пьесы у него никогда не заказывал. Жалоба, оказывается, была написана с целью снискать печальные известности, если не благодаря пьесе, то уж хотя бы благодаря своей подлости. Что же касается названия комедии Перец и Маркиш, то она никогда не менялась, как не менялась и название острова и роль главного героя. Ну, такой специфический стиль, очень узнаваемый стиль такой сталинской дипломатии. В общем, они, Фишман и Зускин просто пытаются отвести беду от газеты, с иностранцами в контакты не вступали, а это, смотрите, это уже конец 1948 года, это, в общем, уже аресты по делу Яко очень близки, и Зускина очень скоро просто арестуют. Они пытаются из последних сил как-то защитить себя и свое детище, но не удается. Вот. Пьеса Маркиша «Король Лампедузы». Там главный герой действительно с двумя своими помощниками приземляется на острове Лампедуза и на этом в пьесе Маркиша на этом острове Лампедуза почему-то оказываются два концлагеря нацистских. Один для евреев, можно предположить, откуда там взялись евреи, а другой почему-то для советских военнопленных. Откуда советские военнопленные на итальянском острове рядом с Сицилией, это как-то совсем непонятно. главный герой у Маркиша его зовут Дэйв Глобус. Дэйв Глобус и товарищи они освобождают еврейский лагерь, а советский лагерь, лагерь для советских военнопленных они даже не освобождают, те освобождают себя сами. И дальше один из советских военнопленных, ну вот уравновешивание еврейского, героизма нееврейским. Советский военнопленный Фёдор появляется откуда-то почему-то с полным вещмешком, как им это удалось после пребывания в лагере для военнопленных непонятно, раздаёт всем нуждающимся продукты, потом спасает одного из членов экипажа Дэйва Глобуса от нападения разгерённого кабана и совершает в общем ещё множество подвигов и рассказывает ему о прекрасном Советском Союзе. А в это время в Лондоне родители Дэйва Глобуса страдают от местного антисемитизма и у них два сына, один сын Дэйв Глобус на Лампедузе, а другой сын Нейтан служит в Палестине. И они получают письмо из Палестины, вот посмотрите на третью цитату, значит, мать Дэйва и Нейтана Глобуса читает письмо из Палестины. Здесь в Палестине льётся кровь, еврейская кровь, английские жандармы уничтожают целое селение, дотла. И вот она читает письмо и как-то говорит, я бы хотела только знать, с кем англичане воюют в Палестине, ведь там, кажется, немцев нет. То есть англичане становятся таким главным врагом. В Лондоне бушуют антисемитизм. Отец Дэйва, мистер Глобус, как-то шёл по улице и на него нападают какие-то антисемитские молодчики, разбивают ему голову. И он там беседует с соседем и говорит, ой, извините, вы хотите знать, как я себя чувствую, мистер Чао? Как все евреи чувствуют себя в Лондоне? Как положено чувствовать себя еврею, которому разбили на улице голову? Так, вероятно, чувствовали себя евреи в Германии. И тот ему отвечает, да, мистер Глобус, фашизм пока что изжарили только в русских котлах, а у нас, видимо, надо будет для него лишь начать клепать котлы и подложить под них огонь. Нацисты упоминаются в этой пьесе только вот по касательной. Там в самом начале Дэйв Глобус отправляется освобождать из нацистских лагеря, а его члены экипажа двое, второй пилот и радист. Там греются у костра и что-то вот Дэйв Глобуса долго нет, и они говорят ой-ой-ой, а он как-то, наверное, исчез. И вот они буквально в двух фразах говорят, что вот они слышали, что нацисты евреев убивают, так что вот может он уже и не вернется. Ну и все. Вот больше ничего о нацистах не сообщается. Все остальное место пьеси посвящено обличению англичан. Вот продолжение вот этого разговора между отцом Дэйва Глобуса и его соседом. Они обсуждают ситуацию в Палестине. Ты вот представь себе, подмандатная Палестина, где англичане и, соответственно, арабы. Ты вот представь себе, что поселился в твоем доме сатана. Сплошное удовольствие. Спрашивается, во-первых, какого черта ему тут надо. Расселся, как нахлебник, день и ночь кровь твою сосет и корчит при этом еще такую смиренную рожу, как будто тебя же в обиду не дает и только и делает, что о тебе же и заботится. А из-под тишка вкладывает арабу в руки нож, чтобы он в тебя его вонзил. Нет, недаром наши дети твердят одно, вышвырнуть достаточно на грабе, а когда мир увидит, что вышвырнули их из одного места, вышвырнут их отовсюду. Но радости от этого евреям, судя по всему, будет немного. В общем, главный враг это, конечно, Великобритания. И тут надо сказать, а, да, вот, и тут надо сказать, перед смаркиш как-то вольно пересказывает интервью Сталин газет «Правда», которая вышла в мае 46-го года и была ответом на фултонскую речь Черчилля. В общем, Сталин пишет, да, что, ну, в общем, новый Гитлер это Черчилль, да, новая нацистская Германия это Британия. Черчилль здесь стоит на позиции поджигателей войны. Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Ну, и дальше там прорасовую теорию. Пьесу, повторюсь, несколько раз пытаются поставить и Маркиш ее несколько раз переделывает. До нас дошли два варианта этой пьесы. Один отложился в Аргали, другой отложился в Институте Диаспоры Тель-Авивского университета. Между ними есть некоторые там занятные различия. И видно, кстати, что Маркиш переписывал эту пьесу в частности с тем, чтобы уменьшить сходство с пьесой Дорфзона. Потом, в общем, пьесу обсуждают. И вот есть очень такая любопытная стенограмма обсуждения этой пьесы. Я о ней уже говорила в декабре 1948 года. Ну, там обсуждается ее русский перевод, потому что обсуждается перспектива постановки пьесы уже на русской сцене. И там какие-то очень смешные замечания, типа а что это у вас в пьесе так много евреев? Вот давайте часть героев будет не евреями. Вот я, например, был в Палестине сколько-то лет назад, ничего еврейского там не видел. Какой-то там оратор говорит, слушайте, а что-то у вас там исторически все неправдоподобно. Вот в конце пьесы ваш герой, этот Дэйв Глобус, бежит вместе с Федором в Советский Союз на лодке. А как же все остальные евреи, как же освобожденные узники вот этого еврейского лагеря? Давайте вот что, вот смотрите, вот это ламбедуза, она же в Италии. А в Италии чего много? Вина. А давайте мы там сделаем так, что на этом острове будут выращивать виноград, и там будет, соответственно, много бочек, и вот всех этих евреев мы погрузим на бочки и куда-нибудь отправим в плавь по морю. В общем, там много советов абсолютной какой-то безумной абсурдности, но при этом надо сказать, надо отдать должное этим обсуждающим, они говорят, слушайте, а что это у вас в пьесе все англичане показаны какими-то полными уродами. Вообще-то мы знаем там про героизм британских солдат, мы знаем, что во время войны они храбро воевали, и мы знаем вообще-то, что во время войны Великобритания была союзником Советского Союза, поэтому как-то давайте, может быть, мы сохраним верность исторической правде, но кто-то из них вспоминает про нынешние цензурные указания. Вот, да, в 1948 году, вот напомню, это письмо Хрендорфа пришло, и мы в Гарфе, где оно отложилось, есть к этому письму вдруг приложен и там к некоторым последующим письмам Дорфзона, вдруг приложен их краткий перевод на русский язык, выполнен каким-то там офицером, ну то есть явно КГБшником в 52-м году. То есть явно этот эпизод использовался для судебного процесса над еврейским и фашистским комитетом, и явно это по крайней мере планировалось предъявить Маркишу в качестве одного из обвинений. Вот такая значит странная история, и у нас, к сожалению, времени осталось мало, но мы вкратце все-таки поговорим о стихах. Значит, напомню, напомню, Маркиш написал вот этот огромный поэтический эпос Милхома война и огромное количество вот разных стихотворений и поэм посвященных Холокосту вот начиная с 40-го года и до 48-го. В стихах, в отличие от пьес и... Ну, в пьесе еще есть, но в отличие от прозы точно, в стихах огромное количество библейских и каббалистических отсылок, есть даже отсылки к Евангелию, к апокалипсису. В стихах очень важная тема это диалектика жизни и смерти. Маркиш все время показывает, что нацисты смертны, и они, собственно, и должны умереть, и туда ему дорога, а вот и еврейские жертвы, и красноармейцы бессмертны, и даже когда вот они отдают свою жизнь, они как бы не умирают, они преодолевают смерть. Такая, ну, почти христианская формулировка смерти у смерти поправ, да, там, про какого-то летчика, который героически сгорел. Маркиш пишет «Er iberwunden hot dem toit» «Он преодолел смерть». И такой вот очень странный мистический еврейский мотив, мотив такой подвижности жертв после смерти. Вы читали, например, стихотворение «Доброй недели, мать», и там вот эта вот сожженная мать после смерти обретает такую странную метафизическую подвижность, ее никто не удерживает на месте, ей можно всюду, ей можно переходить любые границы, она приобретает свободу, да. У него есть еще несколько стихотворений, они там все опубликованы уже после его смерти на Западе, у него есть стихотворение «Воскрешение из мертвых», и есть стихотворение, есть еще несколько стихотворений, и там вот во всех них еврейские жертвы после смерти понимают, что вот все, им нет преград, они могут куда угодно попасть, они могут путешествовать по всему еврейскому, по всему земному шару, и они говорят, о, да, вот пропустите нас, нам нет преград, мы пойдем дальше и дальше, и дальше. Такой странный мотив. И, мне кажется, это важным отметить, в лирике Маркиша о Холокосте очень таким интересным образом трансформируется лирический герой из ранней его лирики. Значит, герой ранней его лирики, ну вот первых его экспрессионистских стихотворений там, 17-го года, 18-го, 19-го, 20-го, этот герой, с одной стороны, он свободен, да, у него отсутствие преград, ну вот знаменитое его раннее стихотворение, он говорит, не то афмир кейнцам, на мне нет уздечки, да, меня ничего не сдерживает, и он бессмертен, этот герой. И герой этой ранней лирики о Маркише, он связан с ночью и тьмой, там, в ранней его лирике все время постоянно, вот, финстер, нахт, он ночной, он темный, и он сам себя ассоциирует с Каином, который вечный скиталец, он свободен, да, с одной стороны, для него нет преград, с другой стороны, у него нет и дома, нет никакой привязки, так вот, в военной холокостной лирике вот этот герой из ранней лирики Маркиша раздваивается, с одной стороны, есть свободное, с одной стороны, есть герои свободные, для которых нет преград, и бессмертные, это еврейские жертвы, и красноармейцы, а с другой стороны, есть герои, которые связаны с ночью и тьмой, и с образом Каина, это нацисты, и последнее такое обобщающее наблюдение, которое я скажу, есть две стратегии изображения войны, даже не так сказать, вот такая основная развилка между двумя, и одна из них еще разделится на две, в первую очередь, с одной стороны, есть множество конкретных сюжетов и персонажей, как вот в поэтическом эпосе «Война», с другой стороны, есть две стратегии, которые избегают изображать людей, и недаром во многих стихотворениях Маркиша они смешиваются. Это дегуманизация нацистов, то есть когда они, собственно, не люди, или метафорическое изображение войны, вот когда в небе идет какая-то битва между разными силами, и толком как-то не поймешь, что происходит, и все это упомянуто только в каких-то самых общих выражениях. И у нас времени совсем мало остается, поэтому я просто приведу одну цитату. Значит, дегуманизация, у Маркиша начинается со сборника 1941 года, сборник называется «Атоит диканнибалом», «Смерт каннибалом». И там в одном из стихотворений Маркиш, просто не... просто захлебываясь от ненависти, да, и уже не знаю вообще, как фашистов обозвать, называют фашиста «ду, der gepanzerter mikrobe», «ты, значит, вооруженный микроб». Самое, по-моему, такое симптоматичное стихотворение, и это стихотворение «Цурикен Хейла Райн» «Назад в пещеру». Ну, вот, давайте я на Идушу прочитаю, подсрочник у вас тут есть, можете следить за содержанием. «Ун ви ду солст ди Хак ибер де Аксел ничт фархойбн? Ун ви ду солст ничт ойшпрэйтн дас файр ун дэм Ройх, аф вилдер файрун фун Морден ун фун Ройбн, штаигст ду дим Алпе дох ничт ибер ин дэр Хойх, ун нит дэм Ворем ин Багэрэн, ун нит дэм Хазер ин Геваг. «Из вожжэ холст нэх цутон унтер ди Хойхэштеран мид дэйн фарблутгтер гекройнтер Хак». Ну, имеется в виду этот нацистский топор. «Цурикен Хэйла райн дур хурбэндэке хойптштэд. Цурик... даже зум не выдерживает изображение нацистов. Вы меня слышите? «Цурикен Хэйла райн, дур хурбндэке хойптштэд, зурик зу уртимлэхэрфинстэрнэш, им плэт, фарнем зих Кэнибал мид Хакэнкрэц ун ройптштэн, ун альц, вось ду багэггнст афэнвэг, зэтрэд. Эс варфт ді зайт вон дэ гишьихте, диха роб, ан опгэляцсывэтэн ав дэр аакс сих базэтсзэдсэвидэр мид Хэрнэр, нажэрбэваксэн. Вось д İs і там, в этом стихтворэ absolutamente Натсисску философію истории полноценных расах, неполноценных расах, сверхлюдих, недадśнях, Маркиш как бы обращает на нацистов и говорит, вот ты не продукт эволюции, а ты продукт наоборот эволюции в обратную сторону. Тебе надо вновь вернуться в первобытные времена, потому что ты соответствуешь только им. И в конце он пишет, тебе на шею время повесило календарь 20 века, ты к 20 веку не подходишь, ты слишком дикий, чтобы жить в 20 веке, поэтому вот вернись в первобытное состояние, ты можешь пребывать только там, а вот полноценные народы, это все твои жертвы, вот они пусть живут, а ты нет. Ну и дальше там много еще таких вот дегуманизирующих сравнений, не только говорится, что он должен обрасти рогами, но там еще много всяких разных подробностей. И интересно, что Маркиш применяет к описанию нацистов еще и вот экспрессионистскую поэтику, которую он выработал в 20-е годы для описания жертв погромов. Вот эти вот искаженные тела, трупы, которые гниют и источают зловоние, все вот это описывается для описания не жертв, а для описания нацистов, ну и трупов нацистов, если они оказываются убиты. И вот это еще один такой прием из своей ранней лирики, которую Маркиш перерабатывает для того, чтобы описать события Холокоста. Все, давайте, пожалуй, мы на этом остановимся, у нас еще несколько минут останется на вопросы. Валерий Аронович. Спасибо, Саша. Чуть сразу ворота чем-то не обладаешь. Ну ладно. Это самое, значит, там какое-то количество вопросов и замечаний мелких. Ну первое. Из Павла Милхома отдельные главки переведены вот в этом Синим Томе, в Большой библиотеке, по-моему. А, спасибо. Ну, естественно, все ее целиком, конечно, никто никогда не одолел. Интересно при этом, что этот библиотекский программиров том, не только вышел в Советском Союзе, поэтому последняя компликация Маркиша, то есть на это хватило силы сдать, так сказать, такое. Ну, если я не ошибаюсь, его издавали и за рубежом. То есть он здесь принимался как важное произведение и общинами, и еврейскими, и еврейскими читателями. Да, зарубежные издания есть, я тоже могу посмотреть год, если нужно. Да, нет, я просто говорю, что вот как бы нам трудно представить себе современного читателя эпоса поэтического таких размеров, но, видимо, тогда как-то иначе было устроено поэтическое восприятие поэзии. Вот, значит, теперь в следующие вопросы. Я не понял, почему в русском переводе перенесли это дело в Беловежскую пущу, ну или там вот называется Беловежская пуща, Беловежская пуща в двух шагах от Бреста, это западная Белоруссия, которая стала советской тоже в 1939 году, как говорится, не помогая. Не знаю, возможно, это связано с такой советской иерархией народов, то есть белорусы еще как-то более свои, чем литовцы. Я хочу сказать, что вот идея, что это надо поместить на советизированную территорию, в данном случае в Беловежской пущей не работает, видимо, как какие-то другие мотивы. Второе. Может быть языковой. Если изображать восстание в Виленском гетто, то, соответственно, надо как-то много чего по-польски или по-литовски, а тут вот... А с поляками сложные отношения, да. Это же белорусы, они как бы в этом смысле много проблем с ним. Теперь второй вопрос. Вот когда появляется в русском переводе, о чем ты так интересно рассказывала, во второй, ну вот русской версии, консультант этот самый подпольщиков, товарищ Семенбрат, хочется сказать семичастный. Вот, значит, там интересно было бы посмотреть на годы и даты, разделяющие еврейскую и русскую версию. Дело в том, что похоже, что это... 45-й, 46-й. Это вот. Это реакция на конкретный совершенно кейс, необходимым образом было знакомым, поскольку входил в высокие сферы руководства советской писательской организации. Это первая и вторая редакция «Молодой гвардии». Фадеев говорит «Молодую гвардию», где, значит, группа советской молодежи, одна в чистом поле, вот просто движимая, сильным человеком, отличается и начинает бороться с нацистами. Ну, собственно, он ездил в Краснодар, там, в Старалке. Да-да-да. Послуги регалий, пост, собственно, главы советской писательской организации, прилетает по полной, потому что ему говорят, что это? Население взяло и занялось самоорганизацией, да? А где руководят? И направляют Лютикова и Проценко, которые там... И появляется вторая редакция, где появляются... Руководят. ...которые мудро руководят вот этим «Молодняком». Это очень важная история, да? Понятно, что вот бедный Фадеев тоже вспомнил свою дальневосточную партизанскую молодостью, он же и спартизан, да, так сказать, и вот решил как-то воспрять немножко. Ну и вообще это оттепль конца войны, вот это все, да? А потом ему быстро объяснили, что товарищ Фадеев недопонимает. Но я думаю, что здесь есть прямая параллель, и, возможно, надо точно сравнить даты, и тогда это становится, конечно, вписано в контекст большой советской политики. Спасибо огромное. Последний вопрос. Ко вчера сниму занятие, если можно. Когда мы обсуждали Эйдес, свидетель, мне кажется, что в этом рассказе Бергельсон как бы демонстративно, навязчиво, что называется, чтобы читатель не перепутал, главного героя, вот этого безымянного старца, изображает в качестве вечного жиданка, который свидетельствовать и не может умереть. Собственно, главные две характеристики. И тогда, на самом деле, мы получаем замечательную совершенно историю, потому что, вообще говоря, мы знаем, какую роль играет изображение словесное, визуальное Иисуса в еврейской, модернистской живописи и литературе. Да, там, ну, конца крайней. Роль вечного жида... Да, и мы понимаем, что вот это улом, белое распятие Шагаллы, это 10 тысяч разных других вещей. Значит, еврейский народ, как коллективное тело, вот страдающий еврей на кресте Иисус, значит, распятый. Это одна из проекций Холокостом, очень распространенная. Ну, тогда, значит, как бы, собственно, в чем функция вечного жида Агосфера? В том, чтобы он не может умереть. Он же говорит последние фразы, я не могу умереть, я свидетель. Агосфера может умереть о Христовой муке. Не в инфраструктах там отработано по полной программе и очень, так сказать, наглядно. Я не знаю, насколько моя догадка тебе кажется справедливой. Вот, собственно, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Очень интересно. И я думаю, что вполне справедливо. Спасибо большое. Тем более, что идея о том, любовь, так сказать, к христианской легенде об Агосфере, она, собственно, с романтизма еврейского с 19 века совсем другая история. Значит, например, автопортрет такого гениального рано умершего кольского художника, значит, Мавлица Готлиба, где он сам себя образует в виде Агосферы, это те христианские мотивы, которые были аппроприированы в еврейской литературе, в еврейской литературе. Межвоенный период. Спасибо огромное. Очень интересно. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Спасибо, Саша. Спасибо.